Херовый ПВХ значит, если она лопнет на морозе Вот и посмотрим, лопнет она на морозе Из чего тайм-триал делает свою лодку Если плохая, то заломается и лопнет Всем привет, кто не в курсе, с вами Тихон И у нас с вами сегодня на обзоре Байдарка Документов нет, конечно А, документов, документов Сейчас я знаю, где они есть наверняка Тут я их не увидел Сейчас будем надувать Сейчас я покажу Кстати, наверное, это будет полезно Для подписчиков Многие граждане, подписчики Кому-нибудь придет Придет этот Какая-нибудь лодка там Или еще что-нибудь И они кричат Блин, документов не прислали Документы были вот здесь Вы просто про них не посмотрели Содрали обертку Это многие фирмопроизводители Которые вот так делают Вот Вот таким образом Вы не посмотрели Все вот так вот скомкали И выкинули А там были Ну, сейчас мы распакуем Хорошо сказал Я бы забыл, может быть, кто-то писать Ну, я бы не забыл Я бы вспомнил Потому что про документы Вот Ну, я знаю, где они Лежат Всегда Ну, часто 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 Уже много лет я присматриваюсь К надувным байдаркам Но Все Меня что-то останавливало Как-то мне что-то все Не нравилось И вот, наконец Осенью прошлого года Я Плотно занялся этим вопросом Связался с несколькими Производителями Двое Вот Производители Уже присылали мне Байдарки Но вы Этих обзоров Не увидите Потому что байдарки Мне не понравились Вот И Ну По договоренности Со Со спонсором С этими Производителями Они уехали Домой На родину Вы их не увидите Зато Увидите Мой окончательный Выбор Это Вега 1 От Тайм Триала На самом деле Тайм Триал Первыми Кто ответил На мои запросы Вот Они были И Кстати Самые адекватные Самые Такие Контактные Да Люди Со мной на связь Вышел вообще Их Начальник Да Там Их хозяин Вот Все фирмы Вот Он со мной вышел На связь Изначально Я хотел Немножечку Другую модель Он меня Скорректировал Он мне Предложил Несколько вариантов Так Сяк Спросил Что мне нужно И И вот В результате Нашей С ним Консультации Я остановился На Веге Вот Потом Значит Со мной Связался Менеджер Тоже Очень Все Замечательно Там Можно Цвета Выбрать Так Комплектации Так И Сяк В общем Мы с ней Пообщались И Наконец Я получил Байдарку Но Так Как Зима Уже Зима Мы Особо Не Торопились И Вот Их Байдарка Пришла Последней Если Она Пришла Первой Я Даже Не Рассматривал Другие Варианты Но Вот Она Наконец Пришла И Собственно Ну Тайм Триал Те Кто В теме Водного Туризма Сплавов Походов И так Далее Наверняка Знают Эту Фирму Вот Не Знать Тайм Триал Будучи Туристом Водником Это Ну Не Быть Туристом Водником Реализуем Надувные Мечты Хороший Слоган Для Тех Кто Только Начинает Свой Путь В Водном Туризме И Не Знает Что За Тайм Триал Я Все Так Немножко Расскажу Тем Более Что Рекламировать То Что Не Нуждается В Рекламе Вдвойне Приятно Просто Потому Что Когда Ты Говоришь О Ком То Хорошо Да И Знаешь Что Тебя Не Подведут Что Завтра Они Не Подставят Тебя С Твоим Мнением Прислав Кому То Говно Это Просто Уверенно Себя Чувствуешь При этом Так Вот Тайм Триал На Данный Момент Это Номер Один В России Из Производителей Туристического Снаряжения У них Не только Туристическое Они Выпускают Вот Представьте Себе Любую Нечто Любое Нечто Резиновое Надувное Да Изобретите Самое Немыслимое И посмотрите Зайдите К ним На сайт Наверняка У них Уже Несколько Лет Это Немыслимое Выпускается Уже Исправлены Все Косяки То К ним На сайте Можно Зайти Вот Просто Так В Развлекательных Познавательных Целях Просто Посмотреть Что Бывает Надувного Ну Вот Они Ну Я не знаю То есть У меня Столько Фантазии Нет Чтобы Придумать То Что У них У них Есть Вот Это Палатки Байдарки Лодки Там Домкраты Это Самое Банальное Батуты Там Все 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 Вот Это Вот Все Это Самое Банальное Что У них Есть Нужно Просто Смотреть Заходите Смотреть Просто Из Любопытства Все Это Изготавливается Естественно На высочайшем Уровне Тайм Триал Это Такой Байдарочный Мерседес Байдарочный Катамаранный Ну Это Вот Просто Моя Тема То Что Я Люблю Туристическое Снаряжение Должно Сшито Быть Идеально Даже Если Это Сумка Крип Ну То Своим Весом Да Там Тяжелый Зараз Хорошо Сшито Баульчик Такой Немаленький И там Место Есть Блин Ну да Лямочки Чтобы мои Слова Не казались Каким Ах Вот Пиар За то Что Мне Байдарку Прислали Скажу Что У них МЧС Заказывает Платы Спасательные И так далее И тому подобное Различные Спасательные Средства На их Рафтах Сплавляется Владимир Владимирович Дорогой Со всей Компанией ФСО Абы куда Людей Объекты Свои Не посадит Это я Однозначно Говорю Там Проверяется Там От и до Проверяется Плав средства Там Ну все Что угодно ФСО Оно и есть ФСО СБПшники Там наверняка Загодя Каждое весло Каждый шов Облизали Ну вот Абы что Там не будет Если брать людей Попроще То вот Сравнительно Недавно Дружиобломов Для своего Бати Взял у них Лодку Для рыбалки Так что Это далеко Не одна Из шарашкиных Контор Или новых Каких-то Недавно Появившихся Фирмочек Которые На разные лады Клеят все Что можно склеить Пытаются Что-то Придумывать Своё А по большому счёту Чаще всего Просто чужие модели Воруют Вот У них всё своё У них огромное Производство Кстати Если получится Я Если буду в Питере Постараюсь Напроситься к ним На производство И Снять ролик О том Как делается Вот Не знаю Получится ли Не знаю Вообще То есть Я это Не с ними Никак не оговаривал Но в принципе Есть такая Давно вообще Есть замысел Попасть на Такое вот Производство Байдарок И вот Ну Тайм-триал Это самое крутое Что можно Куда можно попасть Теоретически Можно попасть Вот Постараюсь Договориться Как-нибудь Вот И снять Отдельный ролик Как вообще Всё происходит Как Какие материалы Используются Как они там Варят или клеят Что они там делают Как изобретают Возможно Покажут там Свои модели Ну а теперь Непосредственно Перейдём к лодке Каким по каким параметрам Я вообще Определялся По каким параметрам Я выбирал лодку Прежде всего Лодка должна быть Лёгкая Но при этом Вот Вега Которую я выбрал Она не самая лёгкая Есть там И килограмм по восемь Там До десяти килограмм Есть вот такие Лёгенькие Лодочки Но кроме того Что Её нужно Тащить на себе Комфортно Она должна быть Ещё достаточно Прочная Потому что Я очень много Путешествую По Карелии А это Камни Где-то По лесу От озера К озеру По ручью Протащить лодку Нагруженную Естественно Потому что Перетаскивать На горбине Это не для меня Вот Я чаще всего Тащу просто Лодку По какой-то В воде По мокрой траве И соответственно Она всё-таки Должна быть Достаточно Прочная То есть Плотность Должна быть Хорошая У ПВХ Вот А это Соответственно Вес И объём Потому что В автономку Я говорил Что нельзя Соло ходить Но иногда Мне просто Приходится Это делать Вот И Когда идёшь Соло Да и даже В компании Идёшь Зачастую Всё продовольствие Все припасы Какие-то Тащишь на себе Чем дольше Тем больше Их тащить на себе Соответственно Должно быть Внутренний Объём какой-то При этом Многие надувные лодки Грешат тем Что у них Вот внутреннее Межбаллонное Пространство Вот-вот-вот Никакое Там садится Один Значит Гребец И всё То есть Его Рюкзаки И все Его припасы Они Ложатся Сверху Вот так Вот На На баллоны А это Значит Соответственно Высокий Центр Тяжести Это значит Что ты Не пойдёшь Пойдёшь По каким-то Серьёзным Порогам А зачастую Это просто Надо Не ради Покатушек А просто Ну Ты сплавляешься По такой реке Да Вот Когда она Сплошь Из порогов Из перекатов Ты Ну Не натаскаешься По берегу Вот Центр тяжести Должен быть Как можно ниже И вот Эта лодка То есть Вега Позволяет Это Сзади Прекрасно Помещается Вот Идеально Помещается Позади Кребца Значит Помещается 90 литровая Бочка Может быть Влезет И больше Но я просто Не Не пытался Как-то Впихивать Чё-то Вот Она туда Просто раз И упала Легла Вот 90 литров Плюс К этому В самом Самой Корме Ещё Остаётся Место Для Ну Я думаю Что 40 Литров Рюкзачок Туда Впихнётся Вот Плюс К этому Впереди В нос Влезает Мой 70 литровый Рюкзак То есть Я вот Сажусь У меня Тут Нигде Ничто Не мешает На ногах На коленках У меня Будет Скорее всего Какая-то Сумка Со съёмочным Оборудованием Ну вот Та самая Пресловутая Барсетка Да С которой Ты никогда Не расстаёшься Включая Сортир Даже Если Перевернулось Если Уплыли Все вещи В этой Барсеточке У тебя Нас И все Дела То есть Это Порядка 200 литров Снаряжения Даже Чуть больше Влезает Ниже Уровня Бортов Для меня Это Принципиально Важно При этом Посадке В ногах Ничто Мне не мешает Я могу Вытянуться Полулёжа И раком Боком И так далее И вот Ничто Никакие вещи Не мешают Мне Моей посадке Для меня Это очень важно В дальних экспедициях В долгих Когда нужно Много грести Когда нужно Часто Заскакивать Выскакивать Когда По мелкой реке Идёшь Или когда В разлив Идёшь Пробираешься Через какие-то Дрещи Да Там Палки Нужно тебе Скакать Туда-сюда Туда-сюда Из лодки В лодку А тут Какие-то Вещи Есть Вот Вот Это для меня Очень важно И вот Эта байдарка Очень Для этого Подходит Сразу Пока не забыл Скажу О Достаточно Важном Недостатке Вот Он найден Вот вообще Один Этот Недостаток В Клапанах Мне Не понравилось Как располагаются Клапана Предохранительные Потому что У меня с собой То есть у меня сейчас На доме байдарка Но вот Один Крышечка клапана У меня отвалилась Я её задел Потому что Они вот Вот здесь Где сидит Когда много Прыгать Загружаешься Выгружаешься Вот эта вот Беготня Какая-то Присутствует Обязательно Будешь их Задевать Естественно Я их Обезапашу Я уже понял Что Их можно Сковырнуть Что они Вот здесь Отмешаются Это крышечки Вот одну крышечку Я уже сорвал Вот Чуть не потерял Вчера Снегу Вот на мой взгляд Вот эти клапана Нужно убрать Вот куда-то В район Носа Или Все остальное Для накачки Клапана На мой взгляд Располагаются Очень хорошо Вот Очень удобно Их можно То есть Можно В процессе Гребли Да При необходимости Прям в байдарке Просто Подкачать Подождите Я записываю И все-таки Кроме диалогов О рыбалке Я же знаю Что ты не только Для шоу Это делаешь Зачем Все это Значит У любой Вообще Байдарки Такой Клейной Да На днище Есть живые Вот Какие-то Вдоль лодки Идут Но Есть и те Особенно на корме Особенно На корме Есть которые Навстречу Течению воды Или в нашем случае Течению снега И там Где они плохо Проварены Там Где они плохо Проклеены Они имеют Свойство Задираться И отрываться Даже на воде Соответственно Вот сейчас Снег Имеет нам Дает нам Возможность Проверить Насколько Хороши Кутаем Триала Швы Насколько Все хорошо Склеено Проварено Как это будет Задираться Будет ли Задираться Вот мы сейчас Полтора километра Туда Полтора километра Обратно И там На горке Под нагрузкой И жесткие частицы Наст Лед Все это Все слабые места На днище Выявят Вот Какие дела Готовь санки Летом А лодочку Зимой Далее По Опять же Вместимости Если идти В небольшой Какой-то Допустим Даже В недельный Поход Можно идти вдвоем Вот это Байдар Позволяет Уместиться Двум человекам Запросто То есть Сидение Второе Делается Импровизированное И два человека Конечно Уже Вещей Сколько не положишь Вот Но Небольшой Походик Уходного дня И до Я думаю Недели Если вот так Прижаться И не Не на сплав По какой-то Горной реке А По какой-то Спокойной воде Когда можно Снаружи Нагружать Да Выше Уровня баллонов Ставить Рюкзаки Какой-то груз Привязывать Для них есть Для этого есть На корме На носу Есть Резинки Все Очень хорошо Оборудовано Вместимость Просто-напросто Потрясла Тем более Что я говорю Вот Мне есть Чем сравнить Вот на этом столе Уже две лодочки Полежали За Вот В этом году Не понравились Не понравились По куче Параметров Тут как раз Все наоборот Все Очень хорошо Далее Как я себе Представляю весовую Раскладку Лодка Весит 15 Кг Плюс Отправляясь В длительную Какую-то Экспедицию Я Сейчас Буду брать Не Двухкилограммовую Легенькую Палаточку А также 15 Кг Вот эту Вот Господи Лотос Вот эту Огромную Палатку Да Это в сумме Получается 30 Кг Но у меня С собой В любом Месте И Транспортное Средство И Огромная Палатка В которой Я не то что Ютиться буду А Я С комфортом С компьютером Со всеми делами Я смогу То есть Комфортно Размещаться Сколько мне надо Столько я там В любом месте Буду жить И жить Комфортно И все это Ну Я думаю Что вот На мой взгляд Комфорт того стоит Тем более Что я не на себе Тащу его Вот 15 кг Лодка 15 кг Палатка И Плюс Порядка 15-20 Кг Это Все остальное Снаряжение Летом Снаряжение Много не нужно Но это вот Компьютер Камера Какое-то еще Количество Снаряжения И основное Большинство Это Продукты В общей сложности В 50 кг Завсегда Уложишься Ну а До 50 кг Это тот вес Который ты На электричках Можешь Сам Перевозить Взял в конце концов Тележку На колесиках Туда Все это Сложил на нее Прицепил Перевез до электрички Вылез из электрички Я собираюсь на машине Все это проделывать Мне еще проще Так что Для водника Такая загрузка Это вообще Никакой Проблемы Ну и в процессе Похода Вот такой Размазанный 50 кг В общей сложности Это не тот вес Которым ты будешь Морочиться При каком-то Даже длительном Достаточно Обносе А уж Загруженная В лодку И перетаскивая По какому-то Ручью Ты особо Не почувствуешь Этот вес Так вот Я себе Все это Сейчас представляю Но А ближайшим летом Вы увидите Насколько Все это Близко К реальности И насколько Хороша На самом деле Вот это Так понравившаяся Мне байдарка На этом у меня Все Тайм-триалу Огромнейшее Спасибо за байдарку Все ссылочки Конечно будут В описании Всем спасибо За внимание И удачи